Подошла к концу военно-патриотическая игра «Зарница». Пять дней палаточного лагеря пролетели незаметно. Конкурсы, соревнования, эстафеты, викторины, сборка и разборка оружия, стрельба из пневматического оружия, песни у костра, романтика летних ночей, командный дух – это все осталось в памяти и стало частью жизни юноармейцев в Беларуси. Очень хорошо, весело, интересно, много чего нового узнаешь, плюс это общение. Можно сказать, как в лагерь приехал. Очень интересно вообще. Первый день была медицина и визитная карточка своего отряда. На следующий день была стрельба, мы ездили в Брест. Была, по-моему, практика медицины. Потом, в вторник уже нам поставили строй и эстафету. В среду уже была военизированная игра на местности, а вчера проводили историю. Спортивно-патриотическая игра «Зарница» – это то наследие, которое осталось нам от пионерии Советского Союза, поэтому уже более 50 лет у нас проходят эти игры. В этом году она собрала 70 участников. Это победители областных этапов и городского этапа города Минска. Была подготовлена насыщенная программа, которая состояла из испытаний, как битва за флаг, это ориентирование на местности, интеллектуальная игра, квиз «Мы правнуки победы», смотр строя, лазертак, полоса препятствий. Кроме участия в конкурсах, викторинах и спортивных состязаниях, для всех ребят это хорошая возможность найти новых друзей, ведь такие мероприятия только сближают. Нам очень понравилось. Мы тут прожили пять дней. Эти дни незабываемые. Тут можно было и познакомиться с друзьями, и потанцевать, и поучаствовать в соревнованиях. Некоторые были сложные, но мы справились. Строевая, боевая и медицинская подготовка. Всю неделю на полигоне Брески ребята из разных уголков страны в палаточном лагере, как настоящие солдаты на учениях, постигали азы военных наук. И, конечно, все пять дней состязались на звание лучшей команды. И вот пришло время узнать, кто стал самым сильным, метким, быстрым и выносливым. Сегодня вот этот конкурс, благодаря и пионерской организации, и местным органам власти, и воинским частям, приобрел такой интересный формат, когда и вопросы истории здесь поднимаются, детям приходится поднимать книжки, читать, вспоминать, изучать, и это дорогого стоит. Ну, а конкурсы, которые связаны с подготовкой к службе в армию, они тоже очень нужны. Мы сегодня видим, молодежь, приходя в армию, совсем-совсем другая. Это не то, что было там 10-15 лет назад, когда молодой человек не знал, с какой ноги даже движение начать, как в руки автомат взять, как к нему подойти. Сегодня это достаточно подготовленные, хорошие ребята. И вообще у нас очень замечательная молодежь, и если с ней работать, то у нас будет хорошее, светлое будущее. После подсчетов баллов и подведения итогов конкурса наступила самая приятная часть – награждение. Леонид Косинский, помощник министра обороны по идеологической работе в вооруженных силах, наградил победителей в каждом этапе игры. В эстафите, конкурсе военной песни, в оформлении об устройстве лагеря, в спортивных состязаниях. Награды нашли всех своих победителей, и первое место одержала команда «Патриот» из города Ганцевича. Это для того, чтобы наши дети выросли патриотами своей страны, для того, чтобы они знали историю своей страны. Знаете, что самое приятное? То, что это востребовано у ребят, то, что ребятам это нравится, то, что ребята стремятся попасть в состав этих команд, защищать свою область, следовательно, защищать свою страну. И вот знаково то, что вообще весь комплекс патриотических мероприятий, которые сегодня в государстве проводятся, он очень востребован у нашей молодежи. И не только у молодежи, радует то, что и у родителей востребованность. Родители с радостью способствуют тому, чтобы их ребята попали на вот такие этапы республиканские.